всем привет это я аленчик сегодня у нас теме массарные окна такие окна под углом под разным да то есть обычно это ближе крыши обычно это последний этаж могут быть еще другие варианты как обыграть окно что с ним сделать какой карниз как сделать красиво как сделать чтобы оно смотрелось просто вау если это допустим комнаты спальни то нужно как-то функционал сохранить то есть чтобы могли квартиры закрываться открываться если это детская комната то тоже нужно как-то обыграть бывают такие очень маленькие окна под наклоном и это единственное окно в комнате что делать сейчас я вам расскажу на примере моих работ фотографий подробно будем разбирать какие-то моменты то есть как я говорила карнизы первую очередь как их поставить от них дальше уже пляшем то есть как заставить штору не висеть у вас посреди комнаты да а именно приезжать вдоль окна это тоже важно так что если вам интересно и если у вас такие есть окна надеюсь эта тема для вас приятного просмотра и мансардные окна от самых простых и далее пойдем к самым сложным ну что ж рассмотрим классические мансардные окна и вот таким образом чаще всего они выглядят это партиерная шторка висит на двух карнизах кафе один карнизик расположен сверху а второй практически у изгиба карнизы кафе чем хороши что у них короткая ножка и легко устанавливается в стену такие шторки можно повесить и на кованом карнизе тогда вам придется спиливать кронштейны на следующей нашей фотографии показан тот же самый принцип а это оформление окна мы сделали для детской комнаты но сам дизайн оформления более интересен мы карнизу кафе прикрутили отдельную шину для того чтобы портира двигалась вправо или влево кстати нижний карниз кафе можно устанавливать прямо в изгиб но если там есть батарея то нужно немножко подняться вверх вдоль стены на котором есть окно вот так выглядел исходный эскиз если интересно по моей идее дизайна предполагалось сделать это окошко на бамбуке бамбук продается строительных магазинах и устанавливается на кронштейнах от кованого карниза с большим диаметром до этого мы рассматривали крупные мансардные окна а теперь рассмотрим на маленькие мансардные окна все устанавливается тоже на карнизах кафе и это больше варианты когда нам нужно закрывать окно и открывать окно чаще всего мансардные окна делают из портирных тканей но бывают исключения на этом эскизе нарисовано как выполнить декор поверх портиры установлены на массаду то есть первый слой это портира она закрывает нас от солнца и все равно хочется какой-то декор и вот таким образом можно его расположить эти эскизы выполнены для других окон не мансардных я их показываю вам для того чтобы подкинуть вам пару идей для своих окон первое окошко декорируется за счет шнурков второе за счет карниза кафе которые вшит на кулиске посередине и третье просто оформлен на брошке дальше будет нетипичное оформление окна и нетипичные окна мансардные вот таким образом можно оформить круглое окно тоже карниза кафе карниза кафе я установила от самой верхней точки круга на 10 сантиметров вверх и вниз это тоже оформление окна тоже на карнизах кафе их здесь четыре штуки а далее полотно шьется следующим образом ткани чередуются одно сверху одно снизу одно сверху одно снизу вся сложность заключается в том что если ткань будет тянуться или как-то углы не совпадут при пошиве то эта модель может не сработать поэтому лучше взять стренчевую ткань и тогда у вас все получится такое оформление окна тоже несложно как видите устанавливается два карниза кафе и шнурочек и он подбирает нижнюю часть которая свободная на бантик то есть пропорции вы можете сделать индивидуально исходя из вашего окна на примере этого декора и хочу вам показать что есть понятие парусность то есть когда вы будете вешать ткани внимательнее смотрите думать и как натянуть ткань и лучше конечно же сшить прямо по размеру либо сделать так чтобы ткани за счет своего веса хорошо натягивалась существует конечно жалюзи с направляющими это самый удобный вариант но они конечно же не придают уют и гармонию и комфорт в доме и не дают такой красоты как шторы поэтому я и посвятила это видео для вас вот необычное оформление окна то есть портьера натянута на самом окошке а декоративная тюль тоже на карнизах кафе но в асимметричном таком положении и должно быть все очень красиво вживую вот тоже очень красивого интересное решение представим себе что эти три полотна натянуты на одном карнизе кафе то есть сверху и снизу и между ними идет шнуровка то есть сначала набивается люверси как на кроссовках и потом пропускается шнурок мне кажется как идея тоже супер вернемся еще раз круглым окнам рассмотрим каждое по отдельности если взять эскиз который нарисован сверху и слева вы уже видели фотографии в готовом виде очень простое решение никакой заморочки все просто со вторым немножко посложнее там нужно крыть ткани и по типу трапеции это лучше взять очень мягкие мягкие ткани и желательно тягучие на третьем эскизе мы видим что всего такие две направляющие и там где они сходятся в одной точке предполагалось их заложить вместе в складку и сделать маленькую петельку а на стену установить крючок и таким образом наша вот эта конструкция бы держалась очень интересно и красиво если посмотреть на эскиз которая находится слева внизу то такая конструкция предполагалось быть выполненной на основе обруча и опять нужно было бы ткань такого тягучего состава и закрепить вот за сам круг можно было бы двумя способами либо на липучке либо вручную как-то подшивать чтобы было аккуратно и красиво бывают мансардные окна очень узенькие и я предложила вот такой вариант видите он такой интересный слегка сложно конечно модель но она стоит того в этом случае бы хорошо смотрел очередование тканей двух цветов это конечно не все мои идеи по поводу мансардных окон но на этом все пока если это видео было полезным занимательным и интересным не пожалеете поставьте пальчик вверх подпишитесь пожалуйста на мой канал я буду делать интересные видео о шторах и не только о шторах разные интересные вещи вы не пожалеете то что вы подписались на меня пожалуйста и я с вами буду прощаться берегите себя помните глаза боятся руки делают до новых встреч пока а